Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к Титу. Сегодня мы читаем вторую главу. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Апостол обращается к разным группам своей паствы, и он начинает со старцев и старец. Старцы должны быть бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, терпении. Бдительны, очевидно, чтобы не впасть в грех. Степенны, то есть должны вести себя почтительно, вернее, так, чтобы внушать почтение. И степенны, это еще означает человек, который держится с достоинством. Речь здесь не идет о человеке, который держится надменно, это нечто прямо противоположное, но именно о человеке, который держится с достоинством. Человек, от которого вы не услышите какого-то грязного, глупого слова. Человек, который понимает, что он является христианином, это налагает на него ответственность. Целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. То есть старцы должны проявлять терпение. Так бывает, что человек делается раздражителен к пожилому возрасту. Это всегда проблема, мы все люди раздражительные, но вот к пожилому возрасту эта проблема особенно может быть серьезна, и поэтому апостол увещевает их проявлять терпение. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницей, не порабощались пьянству, учили добру. Одеваться как прилично святым увещевает апостол, и, очевидно, речь идет о одежде, которая выражает внутреннее поведение человека, его внутреннее отношение к миру. Важно, как мы одеваемся, потому что этим мы передаем определенное послание. Бывает, что человек хочет одеться нарочито ярко, как попугай. А бывает наоборот, человек одевается нарочито официально, как он идет на какой-то официальный прием. Бывает, что человек одевается подчернуто неряшливо, он выглядит совершеннейше как бездомный. А бывает так, что человек одевается чрезмерно дорого, и видно, что он как-то подчеркивает всем своим видом, что он одевается в каких-то дорогих магазинах, и он принадлежит к такому богатой прослойке общества. И что значит одеваться как прилично святым? Это значит выбирать ту одежду, которая никого не оскорбляет, не смущает, не соблазняет, не провоцирует, не огорчает. И это не какое-то такое формальное требование, это просто проявление любви к ближнему, когда человек одевается так, чтобы ближнему не было плохо, чтобы он не был удручен, оскорблен или смущен. Не были клеветницы. Апостов обращает внимание, Библия постоянно обращает внимание на грехи языка, и вот один из этих грехов — это клевета. И клевета — это нечто гораздо более широкое, чем просто деяние, предусмотренное Уголовным кодексом, когда человек составляет обвинение такое, чтобы кого-то облыжно обвинить в тяжком преступлении. А клевета — это когда мы так или иначе пытаемся разрушить репутацию других людей. И очень часто человек не продумывает это, он себе не отдает четкого отчета, что он клеветник. Он просто говорит про другого человека какие-то гадости. Он может верить, что это так оно и есть. Человеку очень легко себя убедить во всем, в чем угодно. Когда человек делает выводы из фраз каких-то, из каких-то наблюдений, когда человек приписывает максимально неблагоприятное истолкование словам и поступкам другого. И люди бывают клеветниками и клеветницами, даже не потому, что они какие-то имеют коварные планы посадить человека в тюрьму и присвоить его имущество, например, а абсолютно на пустом месте, желая поразвлечься, желая принять участие в разговоре. И вот апостол предостерегает против этого греха. Не порабощались пьянству с пожилыми людьми. Бывает так, что они не видят каких-то других развлечений в жизни. И из всех грехов поти они бывают склонны именно пьянству. И апостол говорит, что нужно вот особенно этого избегать, особенно этого опасаться. Учили добру, чтобы вразумляли молодых. И апостол говорит, что пожилые люди, они несут особенную ответственность за вразумление молодых. Они должны быть примером, и они должны быть учителями. Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. То есть старицы должны вразумлять молодых, чтобы они достойно исполняли свои семейные обязанности. Далее апостол обращается к Титу, чтобы он наставлял юношей. Юношей также увещевая быть целомудренными. Поскольку это актуально для молодых людей, которые обладают отменным здоровьем физическим, для них это важно. И в античном мире целомудрие для юношей не считалось чем-то вот таким обязательным. Для девушек считалось, да, считалось, что девушка должна вступать в брак девственницей. Ну вот то, что юноша, он до брака где-то там проводит время, это не считалось чем-то особенно возмутительным. И вот апостол говорит, нет юноши, увещевая быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Сегодня мы живем в мире, который несколько отличается от мира апостола Павла, потому что у нас существуют социальные сети. И социальные сети, ну само по себе это техническое средство, оно не хорошее, не плохое, но оно приводит к тому, что грехи, которые были до этого, они получают новые формы выражения. И когда христианин говорит что-то неуместное, неприличное, неудобное, что-то такое, за что рады уцепиться противники церкви, это немедленно тиражируется. Немедленно. Ну иногда люди выдумывают на пустом месте, когда просто никто ничего такого не говорил. Но бывает так, что да, действительно, человек что-то скажет неуместное, и его с радостью тиражируют. Так бывает, что особенно в социальных сетях, когда делают вообще скриншоты, их всячески развешивают для того, чтобы показать, вот какие христиане глупые, какой они говорят чепуху, и иногда злую чепуху. И поэтому апостол говорит, слово здравое неукоризненное, что всякий раз, когда мы делаем какое-то высказывание, мы должны помнить, что есть противник, что мы находимся в состоянии духовного конфликта, и этот самый противник будет очень рад возможности сказать о нас нечто худое. Тем более сейчас, вот в эпоху социальных сетей, давно у Владимира Высоцкого была такая песня про микрофон, что если я солгу, он ложь мою безжалостно усилит. Микрофон — это еще мелочи, а вот социальная сеть — это когда Вы что-нибудь скажете неуместное и глупое, и что-то такое, что повеселит противников церкви, можно быть уверенным, что они это чрезвычайно сильно растиражируют. Поэтому очень важно, чтобы христианин не говорил ничего, что могло бы быть использовано против церкви. Его слово должно быть здравое, неукоризненное. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Учение должно быть неповрежденным и чисто. И апостол здесь еще раз подчеркивает неразрывное единство между этикой и догматикой. Потому что иногда мы сталкиваемся с тем, что в Мироне нам говорят, да какая разница, какая разница, какое учение. Был бы человек хороший. Апостол говорит, что чрезвычайно важно быть хорошим человеком. Но, конечно же, если Вы не являетесь этически хорошим человеком, это будет показывать, что Вы не знаете Бога на самом деле. Конечно, подлинная вера должна приводить к поведению, которое сообразно верить. Это постоянно говорит апостол. Конечно, это так. Но он также подчеркивает, что необходимо здравое, неукоризненное учение, чистое, неповрежденное. Очень важно придерживаться истинной веры, поскольку на самом деле именно истинная вера и меняет наше поведение. И далее апостол говорит о рабах. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Это очень интересный момент, когда апостол говорит о рабах, и иногда такие претензии высказывают, а что ж Павел не был против рабства. Но на самом деле тут он не одобряет и не протестует, он просто исходит из того, что рабство – это такая социальная реальность. Он ничего не может с этой реальностью сделать, он может только увещевать людей, определенным образом вести себя в рамках вот этой реальности, которая существует, независимо от желания апостола. И вот что он говорит. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть». Кажется, раб имеет причины быть недовольным, и если раб совершает кражу, то кажется, что у него самого украли свободу. Он сам не получает должной платы за свой труд, его заставляют работать ни за что. Если он украдет там и убежит, это будет только справедливо. Но апостол говорит, что христианин должен поступать не по справедливости такой воздаятельной, христианин должен творить благо всем людям везде, где бы он ни оказался. Вот мирская точка зрения, что если со мной обошлись несправедливо, я тоже имею право в свою очередь поступить несправедливо. Если меня обворовали и меня лишили в данном случае свободы, я тоже имею право обворовать. Но христианская точка зрения другая. Он говорит, что всегда, всегда нужно творить людям добро, даже тем людям, которые по отношению к нам несправедливы, и по отношению к тем людям, в отношении которых у нас есть законные какие-то претензии. Говорит, не красть, но оказывать всю добрую верность. То есть христианин, находясь на том месте, где он находится, он должен угождать Богу и вести себя добросовестно. То есть на том месте, где ты оказался, ты должен показывать пример добросовестного отношения к своим обязанностям. То есть оказался ли ты наемным работником, оказался ли ты в армии, оказался ли ты где-то в ситуации, которая может тебе не очень нравиться, но в которой у тебя есть определенные обязанности. Допустим, ты являешься рабочим в магазине и доносишь там товар, расставляешь на полках, ты должен делать это как можно более добросовестно, ты должен оказывать всю добрую верность. Христианин должен отличаться добросовестным исполнением всех обязанностей, которые на него возложены, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Очевидно, перед глазами у апостола и у его читателей тут возникал пример Иосифа, который был продан в рабство в Египет, он там оказался в доме некого египетского царедворца Патифара, и вместо того, чтобы предаваться горечи и гневу из-за того, что его украли из родного дома, продали в чужую страну, он добросовестно исполнял свои обязанности в доме Патифара и в итоге выслужился, стал управителем его доме, а потом он дальше стал управителем всего Египта. То есть апостол призывает нас к такому позитивному отношению к любой ситуации. В этой неприятной ситуации рабства или ситуации, когда человек работает на нелюбимой работе, потому что он должен все-таки какие-то деньги зарабатывать, чтобы кормиться, у него может возникнуть такое отношение горечи, что я считаю, что все тут несправедливо, если я кого-нибудь обворую, это я только себе немножко компенсирую те обиды, которые мне причинили. Но апостол говорит, нет, будь добросовестен, даже в ситуации, когда ты считаешь, что с тобой обращаются несправедливо. Ты должен быть справедливым, ты должен исполнять свои обязанности наилучшим образом. И далее апостол говорит, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и богочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещивай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Почему следует так себя вести? Потому что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, Бог ищет спасения всех людей, с которыми вы имеете дело. Бог ищет спасения вашего начальника, Бог ищет спасения вашего командира, Бог ищет спасения ваших сослуживцев. Все они являются предметом Божьей любви и заботы. И вы находитесь как христианин среди них именно для того, чтобы свидетельствовать им о Боге, причем не только словами, но и в значительной степени поведением, чтобы можно было сказать, что этот человек христианин. И это видно, это видно, как он добросовестно относится к своим обязанностям, это видно, как он благожелательно относится ко всем людям. Эта благодать нас научает, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. В чем проявляется Божья благодать в жизни человека, в том, как меняется его характер, меняется его цель и меняется его устремление. Этот мир, он ориентирован на поиски удовольствия, на поиски престижа, на поиски каких-то материальных благ, но благодать научает, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, жили целомудренно, праведно и благочестиво. В нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть, христиане — это люди, которые живут в ожидании возвращения Господа. Мы знаем, что наступит момент, когда Господь вернется во славе, и его верные будут восприняты им в его царство. Мы увидим торжество нашего Господа, мы увидим преображенное мироздание, и мы живем в ожидании этого события, которое непременно произойдет. Мы не знаем, застигнем ли мы его в опоте, или мы, как и предыдущие поколения христиан, просто умрем и будем ожидать его уже на небесах. Но мы не сомневаемся, что оно произойдет, и мы исходим из того, что оно будет. Мы смотрим на это событие, как на наш ориентир. Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Цель, с которой Христос умер за наши грехи, для того, чтобы избавить нас от всякого беззакония, то есть даровать нам прощение грехов, но нечто большее, чем прощение, внутреннее преображение, которое должно сделать нас народом особенным, ревностным, к добрым делам. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Тит послан, у Тита есть определенные обязанности, у него есть определенные полномочия. Иисус Христос поставил апостолам святого апостола Павла, Павел поставил Тита. Тит имеет по этой цепочке власть, исходящую от Иисуса Христа. И такую же власть обладает любой законно рукоположенный пастырь в православной церкви, и этой властью не следует пренебрегать. Мы, конечно, должны понимать, что священники живые люди, и ни один священник не обладает, конечно же, непогрешимостью, они могут ошибаться, они могут грешить, но мы должны с глубоким почтением относиться к священническому сану. Это была беседа о второй главе послания к Титу и святого апостола Павла, ее представляет библейский портал «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова